Местное самоуправление это один из важнейших уровней публичной власти, ведь именно люди на местах понятнее запросы и нужды жителей и варианты решения этих вопросов. С таких слов начал свое обращение по видеосвязи губернатор Дмитрий Азаров к участникам съезда ассоциаций Совет Муниципальных Образований Самарской области. И поздравил собравшихся с днем местного самоуправления, отметив, что в последние годы удается выстроить качественное взаимодействие всех уровней власти с людьми. Мы с вами как команда на корабле, которой надо благополучно провести пункт назначения и решение этой задачи, зависит от каждого члена экипажа, от нашей общей слаженной работы. Можете быть уверены, что мы всегда поддержим ваши действия в защиту интересов людей, в интересах социально-экономического развития, муниципальных образований и Самарской области в целом. О развитии системы местного самоуправления и о результатах, которые удалось достигнуть благодаря слаженной работе органов власти, рассказала руководитель ассоциации, глава Самары Елена Лапушкина. Она подвела итоги реализации национальных проектов в 2022 году. Ситуация была сложной, но все задуманное сделано, подчеркнула Елена Лапушкина. Благодаря нацпроектам на территории региона введены в эксплуатацию 68 объектов капитального строительства. В 2022 году в регионе благоустроили 318 дворов и 144 общественные территории. При поддержке регионального правительства для областной столицы стало возможным приобретение 12 новых трамвайных вагонов и 50 автобусов. Новый транспорт прибудет в город уже в этом году. Хочу подчеркнуть, что созданные, отремонтированные, модернизированные в рамках нас проектов объекты являются драйверами развития территорий муниципальных образований и точками роста для разных сфер жизни городов и сел. Одно из главных направлений работы местного самоуправления сейчас – поддержка участников СВО. В этом активно содействуют администрации городов, районов, поселений, поддерживая добровольческие инициативы жителей. Всего же с февраля 2022 года при активном участии органов местного самоуправления на Донбасс отправились 125 гуманитарных конвоев. Это 2000 тонн грузов, продукты питания, строительные материалы, бытовая химия, одежда, медицинские препараты. Без внимания местные власти не оставляют и семьи мобилизованных. По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова на каждую семью военнослужащего созданы социальные паспорта, закреплены кураторы от муниципалитетов, создана единая информационная система, которая постоянно пополняется и обновляется. Каждое такое обращение находится на личном контроле главы. Глава Самары рассказал о платформе «Муниципальный диалог». Этот новый инструмент поддержки проектов муниципалитетов был создан в феврале 2023 года Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. Представители муниципальной сферы Самарской области отметились не только количеством. От 63 региона поступило больше всего инициатив, но и качеством заявок. При этом, по признанию модераторов платформы, наши инициативы были содержательными, обозначали важнейшие актуальные проблемы и содержали конструктивные предложения. Власти региона активно поддерживают общественные инициативы. Один из самых популярных проектов – «Содействие», который позволяет жителям решать задачи, важные для них, используя средства инициативного бюджетирования. В рейтинге Минфина России на 2022 год Самарская область занимает третье место в России по количеству реализованных инициатив. В течение шести лет реализации проекта губернатора около двух тысяч общественных заявок были представлены на конкурс, и более половины из них были успешно реализованы. Более 110 тысяч человек участвовали в прошедших конкурсах, а количество людей, которые получили пользу от этих проектов, составляет почти полтора миллиона человек. Мы понимаем стоящие перед нами задачи и в полной мере осознаем свою ответственность. Работа муниципальных образований Самарской области и в дальнейшем будет строиться на принципах открытости перед населением, самоотдачи, максимальной эффективности использования выделяемых ресурсов. Завершился 14-й съезд Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области награждением отличившихся сотрудников районных администраций за развитие местного самоуправления. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.